Приветствую, друзья! Арби Бараев стал одним из первых чеченских полевых командиров высокого ранга, кого удалось уничтожить во Вторую Чеченскую войну. Даже на общем фоне командиров-боевиков он был настоящим ползучим гадом, а после его смерти облегчение почувствовали и многие чеченцы. В Первую Чеченскую Бараев был не самым крутым полевым командиром. Раньше он служил в ГАИ, где был под крылом своего дяди, Вахи Арсанова. Арсанов с началом Чеченской Смуты сам, ставший командиром второго эшелона, пристроил племянничка телохранителем, а позднее Арби сформировал в собственный отряд. Бараев уфитрился собрать настоящие бинго, в нем сочетались худшие качества, какие можно было найти в боевиках. Жестокость, религиозный фанатизм и в качестве ключевого бизнеса – похищение и заложничество. Убить он мог по капризу, мимолетному подозрению или просто ради развлечения. Причем, в отличие от большинства полевых командиров, не только пытал, калечил и насиловал, что было делом обычным, но и убивал ценных заложников, за которых можно было взять хороший выкуп. Именно он расправился с четырьмя британскими подданными, чьи головы подкинули к проезжей дороге. Кроме того, его же люди убили миссию Красного Креста в Старых Атагах. Зато точно известно, что во время Второй войны он стоял у истоков движения смертниц. Именно его племянница, Хава Бараева, 17 лет, стала первой, совершившей самоподрыв, около российского военного объекта летом 2000 года. Во время Второй Чеченской он отметился довольно болезненными для военных контрударами к западу от Грозного в районе его родной Алханкалы. В начале 2000-х отряд Бараева постепенно таял. Именно в силу его жестокости и подозрительности ФСБ легко находило информаторов, Арби успел обзавестись врагами в самой Чечне, к тому же в Алханкале из-за него постоянно шли зачистки. Между тем у Бараева постепенно выбивали базы, уничтожали командиров среднего звена, отстреливали небольшие подчинявшиеся ему группы бандитов. Попытки уйти в Грузию не удались. Мест, где можно было передохнуть, оставалось все меньше. Части армии, МВД и ФСБ целенаправленно ловили лидера. В один день 2001 года по агентурным каналам военные получили сведения, что Бараев находится в Алханкале с небольшой группой боевиков в село для финальной зачистки собрали до 500 человек. Сама по себе Алханкала довольно крупная, и даже тогда там жило более 10 тысяч народу, так что поиск конкретных людей не был простой задачей. Операцию не ограничивали по времени, сколько надо, столько ищите. Первый день прочесывания разочаровывал, ничего. Однако на второй удалось обнаружить, блокировать и уничтожить группу из трех боевиков. На третий день удалось найти большой схрон. Прятавшиеся боевики затеяли стрельбу, в бою пятеро из них полегли, а одного захватили живьем. Пленного быстро опознали, это был человек из отряда Бараева. Было понятно, что он где-то близко. Под вечер бойцы отряда спецназа МВД Русь прочесывали дом неподалеку от места, где был взят пленный. Один из солдат услышал подозрительные скрипы из старого шкафа. В шкаф на всякий случай выпустили магазин из автомата, а затем обнаружили вход в схрон. В этот момент боевики открыли огонь изнутри. Один рядовой был смертельно ранен и умер через несколько минут. Дом начали расстреливать из всего, что стреляло через несколько минут, к нему примчался еще и маленький отряд из вымпела. По несчастному строению несколько раз выстрелили из гранатометов и шмелей, дом загорелся. Из развалин достали несколько трупов. Два принадлежали телохранителям Бараева Пантерии Гибону, с опознанием третьего возникли трудности, мешало отсутствие головы. Предположили, что Бараев, но оказалось, что это другой боевик, некто Автаев. Однако вскоре обнаружили кровавую дорожку из дома. Вскоре поймали местного жителя, который пытался помочь боевику. Тот и показал тайник, где хранилось тело. Бараев, как выяснилось, сумел выбраться из дома, но к этому моменту от разрывов шмелей и реактивных гранат внутри у него было разорвано все, что может быть разорвано, выбит глаз, одна нога держалась на штанине. Так что командир боевиков умер от обильных кровотечений и болевого шока. Это был однозначный успех. Хоронить Бараева в Алханкале отказались, так что его закопали в соседнем селе. Может показаться, что операция по ликвидации Арби Бараева прошла не слишком эффектно. 500 человек 4 дня ловили маленький отряд. Но это реалии контртеррористических операций, работа тонкая хуже любой другой. В итоге ценой гибели одного бойца удалось прибить опытного, талантливого террориста и его ближайшее окружение. Война меж тем продолжалась. Бараев оставил целое гнездо разнообразных интересных потенцов. Именно в его отряде служил Руслан Хучбаров, который позднее командовал захватом школы в Беслане. Племянник Арби Мавсар Бараев руководил захватом театра на Дубровке, и там же была убита его вдова, «Смертница». Но сам упырь всего этого уже не увидел. Друзья, если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр!